Ну а львовский мусор снова не доехал до свалки. На этот раз несколько тонн отходов вывалили просто на подъезде к городу, который, к слову, согласился принимать его, но цивилизованно. К какому ответу теперь готовятся местные жители, расскажет Галина Якушко. За этим забором мусорная свалка города Червонограда. Это один из трех полигонов области, которые согласились принимать отходы из Львова. Фактически 5-6 дней в тиждень мы принимаем каждый день по 10 тонн. Впрочем, 2-х годов будем принимать до 19 квотня 2019 года. Сколько это за грошей на это вытравление? За каждую завезенную тонну Львов должен заплатить субвенцию в его местном бюджете в размере 1133 гривен. Но платить за весь выброшенный мусор во Львове, видимо, не привыкли, считают местные активисты. В нескольких километрах от Червоноградского полигона после майских праздников они обнаружили тонны отходов прямо возле лесопосадки. В том, что мусор из Львова местные жители не сомневаются. В отходах нашли улики, остатки документов. Загрязненные земли находятся в ведении Межреченского сельсовета, но сейчас они в пользовании шахты номер 4. Денег на уборку мусора у них нет, говорит руководство. Кто выбросил отходы и у кого теперь требовать компенсацию, разбирается полиция. Кого будут караться, если свидетели, когда опитывание свидетелей, никто ничего не видит. Лишь чеки подтверждают, что смертель из Львова. Люди не видели, никто не видел. Ни охрана шахты не видела, кто завозил и когда завозил. Головы сельских рад так же не знают. Сам мир Львова Андрей Садовый только сетует. Городской мусор все еще некуда девать. Меморандум о вывозе отходов не действует. А пока власти Львова собирают очередную сотую комиссию, червоноградские активисты обещают заблокируют въезд для львовских мусоровозов на свой полигон, если нелегально выброшенный мусор не уберут. Продолжение следует...